привет друзья сегодня я хочу поговорить с вами по большей части ответить на ваши вопросы вопросы я эти писала давным-давно я их собирала все можно сказать в одну кучу чтобы ответить уже в каком-то одном видео до чтобы не отвечать там по одному вопросу в каких-нибудь влогах мне кажется так интереснее до включить видео ответы на вопросы и уже услышать на свой вопрос ответ а может быть на многие вопросы которые вас будоражили услышать много ответов поэтому приступим здесь очень очень много вопросов здесь не так я говорю здесь не много вопросов здесь по большей части комментарии которые меня в общем дебильные комментарии на двое вместе со мной поржали в принципе так мне писали такое как лицо без лица в общем это опять же в ту степь про мои брови потому что их не очень заметно на моем лице из-за этого получается что лицо без лица а если я еще и как сегодня не накрашена то тогда вообще это жесть какая-то для кого-то и честно вам скажу многие девушки так выглядят да лицо без лица если она не нахренячит себе макияж там я не знаю заоблачный тогда она будет только выглядеть гармонично как многие бьюти-блогеры говорят что нужно подчеркивать и выделять на первый фон выдвигать свои достоинства именно лица там фигуры и всего остального но повседневной жизни я так не делаю поэтому влоги я снимаю не накрашена практически поэтому брови и глаза не выделяются и получается так что у меня лицо без лица нет бровей 2 комментарий был я когда-то давным-давно когда еще была маленькой они у меня были как и у всех людей нормальных и потом я просто с каждым годом как росла я хотела себе идеальные брови потому что они мне всегда были как у брежнева именно реально у меня были очень густые брови мне это не нравилось поэтому я брала и корректировала их по-своему даже когда были в моде тонкие очень тонкие брови я не делала себе такие потому что ну мне это не нравилось и у меня была такая обычно форма с изгибом не форме домика а именно вот как они у меня есть но они у меня были именно такие темные и более-менее широкие к сожалению у меня нет фотографий чтобы вам показать но я помню последняя фотография которую я удалила потому что она была обычная но я помню именно на этой фотографии были запечатлены мои нормальные более-менее нормальные брови которые они не сильно были широкий как сейчас модно они были по ширине наверно как вот у меня сейчас форма есть это но они были густые именно не нужно было ничего подрисовывать ничего добавлять очень хорошие красивые меня все устраивало но с каждым годом я все корректировала и корректировала где-то какой-то волосок вылазил меня это бесило и я все время мне казалось нет еще не идеал еще не идеал и в общем дошло до того что они превратились в одну маленькую тоненькую ниточку реально и это была такая жесть что мне пришлось подрисовывать брови и вот с того момента я начала отращивать их потом перестала подрисовывать в какой-то момент я помню еще когда с бывшим парнем жила его друзья постоянно когда я перестала уже подкрашивать их они мне постоянно говорили что у тебя с лицом что у тебя с бровями все сразу это заметили всем сразу бросилась это в глаза но я знаете вот как-то решила для себя на тот момент забила на всех и его до сих пор хожу не подрисовывая ничего по крайней мере у меня есть мои брови какие никакие они мои я не хочу подрисовывать да у меня бывает иногда желание на почве вот этих вот всех дебильных комментариев пойти сделать татуаж но честно я потом понимаю что это та же подрисовка только не сама я буду это делать а ходить в салон между коррекциями придется все равно их подрисовывать в общем короче это геморрой я не хочу я поэтому перестала красить волосы я поэтому отстригла себе именно те окрашенные волосы которые меня бесили когда ты распускаешь волосы и у тебя такой как градиент да или как это называется сверху коричневые волосы снизу рыжие какие-то мне это очень не нравилось поэтому я хочу привести себя в такой натуральный живой вид и не хочу ничего добавлять рисовать на себе и все такое да еще один комментарий это ужасная мимика да у меня такая мимика я вообще такой мимический человек я самого детства кривлялась время как-то дурачилась что мне папа даже говорил да ты так и останешься когда-нибудь в один прекрасный момент и такое и останешься когда я там кривляюсь закатывая глаза там как-нибудь или еще что-нибудь с того момента у меня просто сформировалась так лицо моя мимика и и я такой да мимический человек что уж тут поделать я считаю это не неплохо наоборот плохо когда ты как бревно что ты даже улыбнуться нормально не можешь очень хороший комментарий тупая это вообще это такое открытие открытие из открытий просто что я могу ответить на этот комментарий как бы честно я пытаюсь как-то оправдать людей я уже говорила об этом чтобы мне там не писали какие комментарии не писали я всегда пытаюсь как-то лояльно некоторым даже отвечаю на их не тупые комментарии но честно потом когда мне пишут ответ опять же эти же люди я понимаю что здесь вообще бессмысленно без вариантов что-то кому-то доказывать что-то кому-то объясняет даже не доказывать а просто пояснить по поводу того или иного высказывания моего нет смысла там просто броня и все да считайте что я тупая для кого-то тупая для кого-то не тупая для кого-то наоборот красотка для кого-то хороший человек все мы разные кто-то меня любит кто-то меня ненавидит что теперь я всем должна угодить нет пусть я буду тупая потому что у меня должно быть несколько сторон я должна быть разносторонним человеком почему бы и нет так не умеющая говорить дурища высших мер нудная продажная хохлушка это вообще-то день комплиментов что на это ответить да я кто там не умеющая говорить но опять же я учусь в отличие от вас кто как учится у кого какие способы обучения потом дурища высших мер да я дурища еще та нудная да иногда бывает хочется и понудеть и продажная хохлушка нет я бы не сказала что я продажная хохлушка мне никто еще не ни за что не заплатил так еще здесь мне писали почему я даю ошибочную и недостоверную информацию про зарплаты в 15 тысяч что про документы я говорю неправду на самом деле все гораздо проще оформляется я во-первых рассказала свой опыт вы давайте не путайте одно место с пальцем потому что есть разница разница в городах да я сменила немного места потому что в тот день у меня села камера я говорила про жилье и про работу я не брала в целом жизнь в России я не брала какие-то мелкие нюансы потому что когда я мельчайшие подробности обсуждаю все пишут что это нудно что я не умею разговаривать и все такое когда я прошлась по теме кратко и выделила основные какие-то моменты получается что мне начинают писать что я якобы вру я недостоверную информацию даю так вот я взяла отдельные части из своей личной жизни из своего личного опыта я никогда не даю никакую информацию которую я прочитала где-то на сайте я это все пережила сама на своей шкуре поэтому если у вас было не так как у меня это не значит что моя версия и мои какие-то моменты которые я озвучила это вранье я прошлась по зарплатам минимальным зарплатам можно зарабатывать и 100 тысяч но минимум который я имела это 15 тысяч это обычный рабочий класс это обслуживающий персонал об этом я и сказала если вы едете из Украины и вы считаете что вы достойны большего стремитесь к большему и будете иметь большее соответственно это логично да про квартиры да можно снимать все что угодно можно даже коробку снять на улице и в итоге вы будете платить в 10 или в 100 раз меньше чем за квартиру которую оплачивали мы мы с бывшим молодым человеком не хотели брать какую-то комнату в общаге мы не хотели жить с кем-то ну именно с чужими людьми да к нам приезжал наш друг и поэтому мы снимали двухкомнатную квартиру и потом в ней же и остались вы уже сами для себя решаете что для вас лучше я не указ я рассказала свою историю просто для украинцев это немного сложновато но почему-то некоторые люди боятся брать вообще какие-то обязательства от украинцев потому что они считают нас лживыми они считают нас ненадежными потому что первые партии которые приезжали сюда да и многие которые сейчас едут попадаются такие вот плохие люди русским поэтому наша нация доверие не вызывает здесь есть добрые люди я ничего не скажу есть люди которые могут позаботиться о вас могут помочь вам но нужно найти этих людей вы же понимаете что если вы приедете и выйдете на вокзале к вам не ринется толпа и начнет помогать спрашивать кто вы что вы или даже если вы с табличкой выйдете на вокзале это не значит что все ломанутся узнав что вы из Украины и начнут вам сразу же помогать нет такого не будет те люди которых вы найдете на своем пути к совершенству и на своем пути строения своей жизни здесь именно в России это уже ваш опыт это уже кому как повезет мне повезло так я не знаю как даже это назвать повезло или не повезло но в общем мой опыт таков который я озвучила в прошлых видео да я еще сниму отдельное видео по этап на оформление документов да быстро отвечу на такие вопросы как где я собираюсь жить я пока еще не знаю что вам ответить я сама еще не знаю что самой себе ответить где я буду жить а также есть такие комментарии как приезжаю в тот или иной город да это люди которые меня зовут в свои города чтобы я их посмотрела я с радостью но вы понимаете что это очень накладно с точки зрения финансовой да мне пишут многие в ВК в личные сообщения мне пишут на ютюбе пишут под видео пишут предложение работы я уже говорила о том что мне нужно сначала получить документы а потом уже искать себе работу про курение и вредные привычки я вам так скажу то что делает моя сестра это ее дело не вправе вы либо еще кто-то указывать что хорошо а что плохо курит при ребенке вы думаете она на улице курит а дома этим не занимается ребенок это все видит и я считаю это правильно потому что ребенок видит это все что и ему объясняют это что это плохо это зависимость мама на своем примере показывает как это плохо она объясняет это ребенку и это лучше чем ребенок увидит не знающий ребенок увидит это на улице и соответственно придет домой и возьмет сигарету либо его родители где-нибудь застукают за этим занятием нужно на своем примере чтобы показывать детям что есть хорошо а что есть плохо потому что если этого не делать то дети выходя на улицу они дикие они видят это и они хотят повторять это заложено у нас с детства у всех да еще был такой вопрос от одного молодого человека в общем там где я рассказывала что мы в городе Донецке с молодым человеком жили в квартире еще с несколькими парнями и нас в общей сложности было пять человек в однокомнатной квартире и он мне задал такой нескромный вопрос и он даже вообще не удосужился как-то это корректно произнести в общем как и многие которые пишут такие подобные комментарии вопрос звучал так как же вы трахались тогда если вы жили в пятером я скажу так и в пятером мы же все находились не в одно и то же время по-моему это такой вопрос тупой мне кажется зачем вы девушки отстригаете себе длинные волосы и тем самым портите себя ну во-первых да когда я сняла такое подобное видео куча негатива была в плане того что зачем мы это делаем да за тем что хочется поменяться да длинные волосы это круто мужчины вы отрастите себе походите с ними и я думаю вы сразу поймете что это и как это это красиво я не спорю я ни разу не сказала что это плохо что это некрасиво это круто я очень гордилась когда у меня были длинные волосы но устаешь просто устаешь просто да можно было бы чуть-чуть отрезать но опять же это мастер это как бы ее можно сказать заслуга в этом потому что она меня недопоняла но мы это делаем для того чтобы поменяться как-то мотивировать себя потому что перемены они нас мотивируют на что-то они дают нам вдохновение еще писали мне негодование по поводу нахрена мы все премся их страну это пишут люди которые живут здесь именно русские люди да россияне я не знаю как вас назвать потому что когда я говорю россияне начинается вспоминание ельцина когда говорю русские то начинают это не национальность это еще там что-то в общем короче русские буду говорить русские я хочу сказать так почему мы премся в вашу страну да потому что у нас такое положение сейчас поэтому и премся в вашу страну